Готовить не хуже, чем в ресторане, сервировать стол и знать золотые правила этикета. А еще изучать хорошие манеры и правила здорового образа жизни. Эти нужные навыки осваивают в молодежном клубе «Вместе» бывшие воспитанники детского дома и интерната. Такую возможность им подарил совместный проект региональной молодежной общественной организации «Фотостудия Блиц» и Центра комплексного обслуживания. На одном вкусном занятии побывала наша съемочная группа. Юлия Шабловинская учится готовить плов с курицей. Бывшая воспитанница школы имени Пырерко, а ныне студентка педагогического колледжа, занятия в молодежном клубе «Вместе» старается не пропускать. Ведь такая домашняя школа, по словам девушки, путевка в самостоятельную жизнь. Самое нужное – это кухня, потому что каждая девушка должна уметь готовить. И поэтому учиться – это обязательно. А что ты уже готовила на занятия? Да, готовили. Мы готовили куриные котлеты, потом готовили салаты разные, легкие салаты, которые можно быстро подать на стол. Получилось у тебя? Получилось. Уже кого-то выгостила? Да. А кого? Сестру младшую, друзей. Сегодня Юлиного угощения ждут 12 коллег по клубу. Они с предвкушением следят за процессом, которым руководит преподаватель аграрно-экономического техникума Владимир Абрамов. Первое блюдо по – оно очень просто готовится в домашних условиях. А салат седра, он очень знаменитый, мало кто знает, как его готовить. Я просто сегодня хочу показать, как его можно приготовить не хуже, чем в ресторане. Готовить не хуже, чем в ресторане – давняя мечта участника клуба Романа Людвига. Молодой человек сейчас проходит курсы поварского искусства на базе Центра занятости населения. И сегодняшний мастер-класс для него – как урок профмастерства. Умение готовить разные блюда – это только одно из направлений клуба. Есть еще этикет «Школа красоты», «Фитнес-занятия», «Рукоделие» и «Компьютерная грамотность», которая в наш компьютерный век, по словам руководителя проекта «Вместе» Альберта Людвига, особенно важна для молодежи. Главная задача – это как раз уберечь ребят от интернет-мошенничества, умения пользования, приобретения онлайн-билетов, услуг, оплаты коммунальных платежей, счетов, ну и какие-то начальные знания от самого компьютера. Компьютерная грамотность и другие занятия в программе молодежного клуба помогут бывшим воспитанникам детского дома и интерната быстрее адаптироваться в обществе. Ведь у таких детей практически нет социальных навыков, которые нужны для самостоятельной жизни. Не секрет, что многие ребята по окончанию таких учебных заведений у нас не очень приспособлены к жизни. Помню такие случаи, когда получали квартиры виллоджи два года назад зимой, эти квартиры разморожены. Еще какие-то многие бытовые проблемы у них случаются. И вот чтобы этого не происходило, придумали такую программу, проект. Реализовать такую программу по социальной адаптации стало возможно благодаря окружной поддержке. В прошлом году региональная молодежная общественная организация «Фотостудия Блиц» выиграла грант в размере 300 тысяч рублей. На данные средства было закуплено необходимое для занятий оборудование. Данный проект рассчитан на 10 месяцев. Любовь Перемякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.